Успех в учёбе. Есть три составляющих учёбы. Первая составляющая — это просто учёба в школе где-то там, в институте. В ней должен быть успех. Если человек не успешен в этой деятельности, у него не будет ни диплома, ни имени, он будет никто. Людей встречают по одёжке. Меня когда представляют, говорят, Олег Геннадьевич Тарсунов, врач, кандидат медицинских наук. Всё. То есть, если это есть, значит, на тебя смотрят. Нет, значит, что-то непонятно. То есть, это образование нужно. Нужно. Дальше. Второе образование имеет более высокую природу. Она уже даёт возможность человеку быть счастливым. Вот диплом сам по себе даёт работу, но будешь ты на этой работе счастлив или нет, ещё неизвестно. Счастье не зависит от наличия работы самой. Работа есть — это уже хорошо, страха нет. Можно как-то жить. Но счастье — это имеет более глубокую природу. Дальше. То есть, второй вид учёбы — это успех в работе над собой. И третий вид учёбы — это успех в слушании, послушании, в перенятии чего-то от другого человека. Это уже удивительный вид успеха, который выше судьбы стоит. Если человек в этом обрёл успех, он перепрыгивает через свою голову. То есть, он способен выучиться даже тому, чему не запланировано. То есть, он способен выше себя, стать выше себя. Это уже очень высокий уровень развития Личности. Итак, начнём с успеха просто в обычной учёбе. У многих людей есть дети, которые где-то учатся. Надо знать основные правила, которые дают возможность человеку выучиться. Но первое правило заключается в том, что если вы не будете любить своих детей, а любовь означает принять их судьбу, любовь всегда идёт через молитву. Вот как вы думаете, что такое любовь? Я целую ребёнка, я его люблю или нет? Я наслаждаюсь им. Наслаждение не означает любовь. Назначение означает испытывать счастье просто, наслаждаться. Маленький ребёнок наслаждает, целую, целую, целую. Вот я сейчас на самолёте ездил, ехал, мама держала на руках маленького ребёнка. Ему где-то, может быть, года полтора. И он чувствует, что все от него балдеют. Он маленький, от него идёт очень сильно правильная энергия счастья. Он смотрит на всех и наблюдает, как от него все балдеют. Мама тоже наблюдает за всеми, как все балдеют от его ребёнка. Все смотрят, наблюдают, как все. И вроде бы все этого ребёнка любят. Нет, это означает, что все наслаждаются им. А любовь к этому ребёнку означает служить его жизни, его судьбе. Потому что Бог создал его таким симпатичным только для того, чтобы мы о нём заботились. Нет другой причины. Почему дети такие маленькие, беспомощные и выживают даже лучше, чем взрослые часто в жизни? Почему так происходит? Потому что они притягательные. От них исходит такая сила, которая вызывает любовь. Точно так же женщины, допустим, слабее, беспомощнее, чем мужчины. Но от них исходит сила любви, поэтому они защищены судьбой. И женщины часто защищены больше, чем мужчины. Женщины выживают в мире больше, по статистике, чем мужчины выживают. Мужчины на войне гибнут и так далее. То есть, видите, мир так создан, создал людей, что... Любовь защищает людей, но само по себе наслаждение от человека, который идёт, не означает, что я его люблю. Это энергия любви. Но я могу ей пользоваться или ей служить. Если я служу энергии любви, означает, я не думаю сейчас о том, нравится мне этот ребёнок или не нравится. Я хочу, чтобы он вырос нормальным, хорошим человеком. Для этого нужно с помощью молитвы наполнить своё сердце силой и принять этого человека всего в свою жизнь. Со всеми недостатками. Как только с помощью молитвы человек принимает человека со всеми недостатками, в этот момент у него открывается возможность слушать. Вот, допустим, как я могу сделать так, чтобы вы меня услышали сейчас на лекции? Я должен вас принять в своё сердце. Это принятие возможно, если я связан с Богом. Связь с Богом возможна через наставника, через того человека, кто тебе открывает ключик к этой связи. Если я буду связан с Богом, то вы услышите меня, потому что я принимаю вашу судьбу, вашу жизнь, ваши трудности, ваше понимание вещей, вашу культуру. Всё сразу. Вот точно так же и ребёнок. У него есть своя жизнь, своя культура, своё понимание вещей, свои недостатки, свои трудности. И всё это надо принять. Принять означает переварить в сердце. Переварить, принять всё. У меня есть один знакомый, он пришёл к своему наставнику, говорит, я уже и это своей жене простил, и это своей жене простил, и это. Так зачем теперь мне с ней жить? Может, я просто пойду в отречение? Я уже всё от неё принял. Наставник ему говорит, вот теперь самое время и жить начать. Вроде бы уже как бы ничего не ждёшь от человека, всё принял. Так теперь самое время жить начать. Точно так же, когда родители, они всё переварили в ребёнку, ко всему привыкли уже, что и этот недостаток есть, и этот недостаток. Не борются с недостатками, а приняли их. Вот это принятие даёт возможность дальше. Ребёнок расслабляется и начинает слушать своих родителей. И вы тогда можете им вот эту лекцию рассказать. Только после этого, когда он вас начнёт слушать. Итак, что такое успех в учёбе? Успех в учёбе означает, что человек оптимизирует свою жизнь. То есть, чтобы усвоить все эти дисциплины, которые надо усвоить, математика, менеджмент, иностранный язык, физика, химия и так далее, компьютер. Всё это что? Аскеза для человека. Потому что всё это техническое знание, которое может быть в жизни ему и не понадобится чаще всего. Но это нужно для того, чтобы получить диплом. Первое, что родители должны понять, что 90% знания, которые получает человек в своей жизни сейчас, имеет искусственную природу. Оно в жизни не понадобится. Я вот не помню всех этих математических формул, которые я учил в школе. Но я знаю, что они есть. Это для общего развития. Законы Ома, там всякие химические, и там все эти моменты. Какие виды бронтозавров жили в эпоху полиолита. Я не помню уже. Ничего не помню. То есть всё это, понимаете, стёрлось уже у меня из головы. Но я знаю, что это есть. Для общего развития. И вот для этого общего развития сейчас мы мучаем своих детей по полной программе. Но даже не в этом проблема. Проблема заключается в том, что чаще всего люди реально начинают думать, что это им очень важно знать. И чаще всего именно родители именно эту идею впихивают в голову. Ты не знаешь, как склоняется квадратный корень. Ну и не знает, и не узнает, и потом забудет, и никогда больше не будет этим пользоваться. Понятно, да, система? Так вот, давайте кое-что мы сейчас с вами один принцип возьмём. Нам что важнее? Чтоб ребёнок раскрылся, как цветок, или чтоб он наполнился всем, что есть? Он должен стать красивым. Вот если вы возьмёте цветок такой, один цветок, красивая такая красная роза такая, вот только красная и всё, но красивая такая, большая. Второй цветок в крапинку. Ну всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-всё-понемножку. Всех цветов. Чё красивее? Ну, наверное, одна вот роза-то красивее, правда? У человека такая природа, он только в одном. Ну, все цветы такие. Только один цвет. Только один цвет, понимаете? То есть человек так создан, что у нас что-то одно может развиться сильно. Но этому одному надо дать дорогу. Чтобы была дорога, для этого надо не мучить слишком сильно всем остальным. Поэтому правило в учёбе первое. Первое правило. Учить самое главное. Вот давайте детям эту установку. Вот есть, допустим, допустим, текст какой-то. Возьмите, пускай он подчеркнёт самое главное. И всё это выучит. Именно это его и будут спрашивать преподаватели. И если он деталей не знает, то ему поставят не самую высшую отметку. Только и всего. Так это и надо. Ведь цель какая? Получить диплом, чтобы тебя как бы уважали, любили. Цель не слишком высокая, будем так говорить. Теперь, знайте, что во время механической деятельности, когда человек просто учит что-то механически, что ему не нравится, в это время очень сильно падает психическая энергия у человека. Волевые силы у человека падают конкретно. У него нет силы дальше учиться, потому что он учит то, что ему неинтересно. Поэтому следующее правило. Так как придётся всё равно учить то, что неинтересно, иначе диплом не дадут. Надо учить самое главное. Это первое правило. И второе правило. Должен был быть активный отдых. Что такое активный отдых? Это деятельность, приносящая счастье. У каждого человека своё. Найдите у своего ребёнка, что ему приносит счастье. Кому-то нравится ездить на велосипеде, туда-сюда прыгать на велосипедах, кувыркаться на велосипедах. Кому-то нравятся танцы. Кому-то нравятся шахматы. Кому-то нравится плавание. Кому-то нравится ещё что-нибудь. Ну найдите, что нравится вашему ребёнку. Это будет давать ему возможность учиться дальше. Потому что, если у человека не будет активного отдыха, произойдёт срыв психики, который приведёт дальше к волевой подавленности, которая приводит дальше наркомания, разврат, пьянство или просто психушка. Ну то есть, когда срыв психики означает перегрузка. Человек не может дальше волевое усилие над собой совершать в ту сторону, где ему неинтересно. Вы будете страдать очень сильно. Если вы сами себе не принадлежите, дети же себе не принадлежат, их заставляют. Говорят, иди в школу дальше. А ему тяжело. Причём интересно знать, что когда, чем тяжелее предмет, тем хуже отметки. Чем хуже отметки, тем родители больше заставляют этим заниматься. Это же страшно. Это не его природа. Человек не соткан для того, чтобы это всё делать. Но его заставляют именно это делать, потому что там плохие отметки. А надо, чтобы были хорошие. Видите, в этом заключается противоречие. Чем больше мы заставляем делать то, что человеку не нравится, тем больше мы отшибаем у него волевые силы. Чем меньше воли у человека, тем меньше возможности учиться. И плюс, тем больше желаний как-то разгрузиться. А какие естественные для детей разгрузки? Если мы не создаём активный отдых, то дальше будет пассивный отдых. Что такое пассивный отдых? Телевизор, компьютерные игры, наркомания и так далее. Дискотека. Отдых по беспределу называется. Ну, то есть оторваться, как у нас, я не знаю, оторваться, то есть. Space out. Сделать что-то такое, чтобы сняло напряжение. Я как-то в Москве ходил в парк Горького и видел, как вот дети после школы там отрываются. У них активный отдых. Они садятся. Такая башня, высокая-высокая. И такие вокруг башни, такие сидения. Они садятся на эти сидения медленно, аккуратно. Башня этажей, наверное, 30-40. Поднимается вверх это всё. Они смотрят на всю Москву. Потом начинает падать эта штука. Неожиданно все орут. Они знают, что будет падать, но они всё равно садятся тут. Она падает, падает, падает и неожиданно застывает там на середине. Потом пять падает, потом вверх, потом вниз. И так. Потом человек выходит из этой башни, девочка одна вышла, лет 15. Я её спрашиваю, тебе понравилось? Она говорит, очень. А там я за ней наблюдал, она орала, как не знаю кто. Спрашивается, почему ей понравилось, если ей так было страшно. В чём причина, почему ей понравилось? Потому что, когда ей было страшно, она кричала. В это время у неё все зажимы во время учёбы, которые возникли, все эти зажатости психические, они расслабились. И ей стало хорошо. Она просто сняла с себя таким образом напряжение, потому что другого способа у неё нет. Чтобы был другой способ, разумные люди, родители должны помочь. Сделать так, чтобы ребёнок занимался, если у вас нет денег, допустим, в секцию какую-то отдать. Ну, организуйте этот активный отдых. Научите ребёнка снимать с себя напряжение с помощью движения какого-то, танцев, какой-то деятельности, пения, допустим. Какая-то деятельность, которая радостна человеку, ему нравится, и он этим вызывает рисование, танцы, пение, аэробика, тяжёлая атлетика, бег и так далее. Если этого нет, ребёнок не будет учиться полноценно. Это невозможно. Если есть насилие над человеком, то выход энергии необходим. Нет выхода энергии, нет возможности дальше жить. Расстраиваются жизненные потоки энергии, человек становится больным психическим и физически. Дальше. Так.